Здравствуйте! Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. И сегодня в выпуске. Доходы окружного бюджета увеличились более чем на 2 миллиарда рублей. В закон округа об окружном бюджете на 2021 год внесены соответствующие изменения. Средства направят на решение неотложных проблем. Прикоснуться к профессии. Студенты Ненецкого профессионального училища по специальности переработка нефти и газа в рамках производственной практики посетили нефтебазу. Сочетание моды и национальных традиций, отойти технологии к дизайну модных этнических коллекций или как хобби становится делом всей жизни. Третий день подряд в округе регистрируется по 6 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Минувшие сутки не стали исключением. И вновь плюс 6. По сообщению Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 60 человек. Еще у 7 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В общей сумме в настоящее время на лечении в регионе находится 67 человек. Из них стационарное лечение получают 20 человек, амбулаторное – 47. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 234 человека, близко контактировавших с заболевшими. Им также предстоит пройти обследование. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задавать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа завершило парламентский сезон 37-й депутатской сессией, в ходе которой было рассмотрено порядка 30 вопросов повестки дня. На сессии внесены изменения в доходную и расходную части окружного бюджета в связи с новыми налоговыми и неналоговыми поступлениями в казну округа. Доходы округа увеличились более чем на 2 миллиарда рублей, что очень важно для социально-экономического развития округа, поскольку появилась возможность направить поступившие средства на решение тех или иных задач, стоящих перед регионом. Новые параметры окружного бюджета представила на сессии руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Она сообщила, что в связи с поступлением дополнительных средств доходная часть окружного бюджета в 2021 году составит 24,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета увеличатся также почти на 2 миллиарда и составят более 26 миллиардов рублей. А вот дефицит бюджета сократится на 50. В основном увеличение бюджета произошло за счет поступления доходов от соглашения по разделу продукции по проекту «Харьягинское месторождение». Это более 980 миллионов рублей. Также поступили средства из федерального бюджета на сумму свыше 860 миллионов рублей. В законопроекте увеличивается общий объем расходов окружного бюджета в 2021 году на 1 миллиард 998 миллионов рублей. По департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 миллиард 406 миллионов рублей. В том числе наибольшая часть – это расходы по дорожной деятельности за счет резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму 800 миллионов рублей. Средства направляются на продолжение строительства дороги на Ренмар-Усинск. Сумма расходов департамента образования, культуры и спорта увеличится более чем на 344 миллиона рублей. Это субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха в размере 104,2 миллиона рублей. Возмещение затрат по коммунальным услугам 89,9 миллиона рублей. Приобретение основных средств для учреждений культуры на сумму 11,6 миллионов рублей. Ремонтные работы, детский сад Тельвиски, Семицветик, школы ВИСКО, Амдерма, Дом культуры ОМА на общую сумму 30,6 миллионов рублей. Более чем на 108 миллионов рублей увеличатся расходы по линии департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Средства направят на ремонты медицинских учреждений, приобретение основных средств и трудоустройство несовершеннолетних. Кроме того, благодаря дополнительным средствам будут увеличены субсидии на производство молока сельхозпроизводителям и величина грантов муниципальным образованием на реализацию общественных инициатив. Все необходимые средства, которые поступили в размере около 2 миллиардов рублей, мы распределили по департаментам, для того, чтобы, еще раз повторяю, в летний-осенний период максимально сделать все возможное, для того, чтобы текущие вопросы по всему спектру проблем жизнедеятельности Ненецкого автономного округа были решены. Более подробно о решении 37-й сессии собрания депутатов расскажем в очередном выпуске программы «Законодатели». Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Стало известно об отставке председателя суда Ненецкого автономного округа. В этой должности Евгений Мартынов работал 12 лет. Два срока полномочий в соответствии с законом. Я обязан вложить полномочия. 1 июля истекает срок полномочий председателя суда Ненецкого автономного округа. За время его председательства в регионе была создана судебная система мировых судей. Обеспечено постоянное судебное присутствие в Наринмаре арбитражного суда Архангельской области. В июне 2021 года исполнилось 39 лет с первого назначения Евгения Мартынова на должность судьи. В настоящее время в кадровой комиссии президента Российской Федерации рассматривается новая кандидатура для назначения в Ненецкий автономный округ. Решением собрания депутатов Ненецкого автономного округа Ольга Коновалова и Елена Сухановская назначены мировыми судьями в судебном районе Наринмарского городского суда. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов вручил мировым судям удостоверение и поздравил с назначением на должность. Ольга Коновалова – мировой судья первого участка городского суда. Родилась в Наринмаре. Окончила Приморский госуниверситет имени Ломоносова по специальности юриспруденция. Работает в суде с 2003 года. Назначена на должность мирового судьи впервые сроком на три года. Мировому суде второго участка городского суда Елене Сухановской срок полномочия продлен на 10 лет. Она также уроженка города Наринмара. Окончила Северный институт предпринимательства по специальности юриспруденция. С 2002 года работала в суде Ненецкого округа. В 2018-м назначена на должность мирового судьи сроком на три года. В Амдерме отремонтируют здание, где вынуждены разместили учащихся основной школы поселка накануне учебного 2020 года, поскольку занятия в здании школы проводить уже было нельзя из-за обрушения конструкций. Впрочем, и состояние здания детского сада, где на втором этаже разместили школьников, тогда вызывало большие опасения у жителей Амдермы. Из-за дефицита бюджетных средств здание детского сада в Амдерме, куда перевели более 20 школьников, в 2020 году отремонтировать не смогли. В августе прошлого года перед началом учебного процесса в посёлке побывала съёмочная группа телеканала «Север». По результатам поездки в нашем эфире вышел репортаж о плачевном состоянии здания детского сада, тревогах родителей, преподавателей и главы муниципального образования. Во-первых, старое здание деревянное. Начнём с того, что это здание было построено из недостроя, который стоял годами, и для завершения его строительства вытаскивали доски, которые приплыли по морю. То есть качество этих досок изначально вызывает сомнение. Школу разместить мы там сможем. Вопрос в сроке. Сколько выдержит здание? Месяц, полтора или два? Продержались целый учебный год, несмотря на трещины в помещениях по всему зданию и плачевное состояние фундамента. Средственно-капитальный ремонт здания детского сада в размере 9,5 миллионов рублей изыскали в бюджете 2021 года. На сессии собрания депутатов, которая состоялась 1 июля, внесены соответствующие изменения в окружной бюджет. Но решит ли капитальный ремонт здания саму проблему размещения в небольших его помещениях и школьников и дошколят? В этом учебном году детский сад посещали 13 воспитанников. Они занимали первый этаж. 24 школьника учились на втором этаже. Здание основной школы посёлка Амдерма ещё в марте 2020 года было признано непригодным для размещения здесь образовательного учреждения. Стоимость его восстановления сопоставима со строительством нового здания. Понятно, что после капитального ремонта следующий учебный год школьники приведут также в стенах здания детсада, что достаточно неудобно. Состояние строений в арктическом посёлке таково, что здесь невозможно подобрать необходимые для основной школы помещения. Поэтому в Амдерме по-прежнему мечтают о строительстве нового здания для школы сада. Говорят, что через 10 лет у нас не будет детей. Уже цифры этого года опровергают эту информацию. Поэтому нам нужна школа. Да, пускай это будет школа-сад. Пускай она будет на 50 мест. Детский сад и школа. Но она будет новая, и наши дети будут учиться дома, и они не будут подвергаться никаким рискам. Мы не будем мешать, школа не будет мешать детскому саду, детский сад не будет мешать школе. Амдерминцы связывают свои надежды на восстановление арктического посёлка с развитием арктической зоны Российской Федерации в целом. Первая ласточка – реконструкция Амдерминского аэропорта за счёт федеральных средств, которая началась в 2021 году. Реконструировать аэропорт будет компания «Отстрой». С ней заключён контракт на общую сумму 770 миллионов рублей. Выполнить работу необходимо не позднее 31 января 2022 года. Прикоснуться к профессии. Студенты Ненецкого профессионального училища по специальности переработка нефти и газа в рамках производственной практики посетили нефтебазу. Молодые люди ознакомились с нюансами работы на объекте, с деятельностью оператора автозаправочной станции, с особенностями доставки топлива на АЗС. Александра Литкова расскажет подробнее. Перед обзорной экскурсией – обязательный инструктаж. Ещё бы, ведь нефтебаза компании «Лукойл» – режимный объект. И попасть сюда не так-то просто. На территории нефтебазы курение запрещено, применение открытого огня запрещено, пользование, чем телефонами запрещено, фотосъёмка запрещена. Александр Попов признаётся, хотелось бы увидеть больше, обойти всю территорию нефтебазы. Но без допуска и спецодежды это невозможно. В целом, то, что мы отдельно по теме изучали, я это увидел, я это услышал. Также я послушал специалистов по теме, так скажем. В целом, экскурсия короткая, но очень объективная, очень всё по теме. За три года обучения ребята впервые побывали на столь серьёзном объекте, где, возможно, им предстоит работать в будущем. До этого, в связи с ограничителями мерами, практику им приходилось проходить дистанционно и на тех модулях, которые имеются в НПУ. Студенты будут на нефтебазе УКОЭЛа, посмотрят принципы работы работников структурных подразделений, посмотрят, как организовано взаимодействие различных служб, насколько необходимость охранных мероприятий, что необходимо производить, когда, предположим, какие-то аварии, нестандартные ситуации и так далее. На модуляторах, на мониторах, или так мы говорим, да, они прошли эту практику, но вот сегодня они посмотрят воочию, как работают, что делают. С просьбой организовать обучающимся обзорную экскурсию на нефтебазе УКОЭЛа, Галина Медведева обратилась к главе региона Юрию Бездудному и сенатору Совета Федерации от Ненецкого округа Денису Гусеву. Очень важно, что молодежь, действительно, получая теоретические знания, подкрепляет их практическими навыками. И у нас есть возможность даже на территории города Наринмара, поселка Искателей, есть производственные объекты, которые соответствуют тем специальностям, которым обучаются. И очень важно, чтобы ребята столкнулись с той профессией в практике. По специальности переработка нефти и газа в Ненецком профессиональном училище обучаются 21 человек. Директор учебного заведения надеется, что в последующем у студентов будет возможность пройти в компании итоговую производственную практику. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Сочетание моды и национальных традиций. Отойти технологии к дизайну модных этнических коллекций. От той, кто не побоялся кардинально сменить направление деятельности и достичь первых успехов в новом деле, расскажем в следующем сюжете. В ненецкой мифологии ворон священная птица и олицетворяет главного бога Нума. Дефилирует модель в коллекции дизайнера из ненецкого округа Ольги Суховаровой. Ольга приехала в Наринмар около 10 лет назад, но по ее словам, культура ненцев ее поразила настолько, что она решила стать этнодизайнером и продвигать ненецкие орнаменты не только за пределами округа, но и страны. Изначально все начиналось как хобби, но постепенно IT-специалист поняла, что ее душе ближе искусства. Пришла я к этому всему постепенно, начиная с простых вещей, то есть это домашний текстиль, салфетки, полотенца. И чем больше я этим занималась, тем больше меня эта работа вовлекала и хотелось что-то более интересное, более красивое. И пришла к тому, что я хочу шить одежду, потому что я хочу сама на себе носить орнаменты ненецкие. На вопрос, почему именно ненецкая культура, Ольга отвечает просто. Я до безумия люблю эту культуру, она очень красивая, очень колоритная, и я хочу, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Поэтому ее коллекции всегда вдохновлены ненецкими мотивами и пейзажами тундры. Идея самой коллекции, она возникла из такой картины у меня в голове парящего ворона над тундрой. То есть это такая тишина, размеренность, спокойствие. И за главным орнаментом я взяла след ворона. Отсюда и цветовая гамма. Черные и белые цвета, а также строгие формы. Коллекцию «Путь ворона» она разрабатывала около полугода. Ольга представляла ее на 12-м международном фестивале «Этноподиум на Байкале». Ее лично пригласила Роза Халтуева, которая является президентом Евразийской ассоциации этномоды. Ольга вступила в нее осенью 2020 года. На фестивале она познакомилась со многими профессионалами в этой сфере и получила интересный опыт. «Вообще-то я все не ожидала, и там все было для меня новым, все было необычным, потому что в первый раз все было. Конечно, в первую очередь это сам процесс, то есть именно закадровый процесс. Когда я на это все взглянула, было очень волнительно, была безумная суета. Я порой не понимала, что происходит, где мои модели, потому что модели, они участвовали не только в одном показе одного дизайнера, они постоянно менялись, менялись, менялись. И были моменты, когда у меня модели уже первые пошли, а последние еще одеваются». Несмотря на то, что за кулисами стояла суматоха, модели вышли на подиум в полной готовности и помогли завоевать Ольге первое место. Но это не единственная ее победа. Зимой в Ненецком округе проходила бизнес-премия, на которой руководитель мастерской Нарей завоевала первое место в категории «Лучший женский проект». И уже весной она представляла Ненецкий округ на всероссийском этапе премии. «Туда я, конечно, ехала вообще без претензий на победы, вообще без претензий на все, потому что я прекрасно понимаю, что там соберутся лучшие бизнесмены страны с не такими маленькими компаниями, как у меня, а такие серьезные, солидные компании. И, естественно, то, что я вошла в тридцатку сильнейших бизнесменов страны и в тройку лучших в моей номинации – это женский проект. Конечно, для меня это очень значимая победа». Как поделилась Ольга, она и дальше планирует развиваться в этом направлении. В будущем ей хочется попробовать разработать сценическую одежду. А то, какой именно будет следующая коллекция, пока остается в секрете. Но она точно будет вдохновлена тундрой и ее красочными мотивами. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом все. Далее смотрите прогноз погоды.